Восемнадцатый вопрос Проявлялась ли когда Иоланда каким-нибудь другим способом, кроме сеансов с кабинетом? Ответ Сколько я знаю, Иоланда никогда не проявлялась иначе, как на моих сеансах с кабинетом для материализации Дополнительное примечание Не могу лучше дополнить эти интересные сведения, как указав читателю на живое и вместе с тем такое простое описание самой миссис Аспиранса Всего того, что она видит, думает и чувствует во время материализационного сеанса Сидя вне кабинета перед глазами присутствующих Описание, сообщаемое ей в журнале «Медиум» В целом ряде статей под заглавием Что чувствует медиум во время материализации духов? Здесь же, считаю, нужно привести из них одно место, имеющее прямое отношение к содержанию этой статьи И дающее вполне ясное представление о том состоянии раздвоения В котором находится медиум, сохраняя при этом свое самосознание Миссис Аспиранс говорит здесь сама И надо заметить, что написано это было ранее Гельсинск-Форгского события Является фигура маленькая и худенькая, с распростертыми объятиями В дальнем конце кружка кто-то встает, подходит к ней, и они обнимаются Слышаны неясные возгласы «Анна! О, Анна! Дитя мое! Мое милое дитя!» Встает еще кто-то и обнимает фигуру, слышится рыдание, возгласы, благословение Я же чувствую, что шатаюсь из стороны в сторону, в глазах у меня темнеет Чувствую, как щита руки обнимает меня, чье-то сердце бьется на моей груди Я чувствую, что что-то совершается Возле меня никого нет, никто не обращает на меня внимания Глаза и мысли всех устремлены на эту стройную белую фигуру, которая обнимает две женщины в черном Вероятность сердца, биение которого я так ясно слышу, мое собственное Но, наверное, есть же какие-то руки, меня обнимающие Никогда еще никакое прикосновение не было для меня так ощутительно Я начинаю спрашивать себя, кто же я? Это ли белая фигура или та, что сидит на стуле? Мои ли руки обнимают шею старой дамы или мои руки те, что лежат передо мной на моих коленях? Я ли призрак или я не знаю? Как должна я называть ту, что сидит на стуле? Ведь губы, которые они целуют, наверное, мои губы Мое лицо мокрое от слез, обильно проливаемых этими добрыми женщинами Но как же это может быть? Какое ужасное чувство потери собственной самоличности Я жажду протянуть одну из бессильно лежащих рук, чтобы до какого-нибудь дотронуться И решить, наконец, существую ли я или я только призрак Я ли Анна или моя личность слилась с нею и исчезла в ней? Я чувствую дрожащие руки старушки, ее поцелуи, ее слезы, ласки и благословения сестры И мной овладевает смертельный страх Сколько времени это может продлиться? Долго ли нас будет две? Чем это кончится? Буду ли я Анна или Анна будет мною? Затем я чувствую, как кто-то кладет две маленькие ручки в мои оцепенелые руки Что дает мне как бы новую точку опоры Я с радостью начинаю сознавать, что я все еще я сама И что маленькая Джута, которая надоела оставаться за тремя большими фигурами Никем не замеченной, тяготится своим одиночеством и ищет общество Это ребенок, находящийся между присутствующими Как меня успокаивает прикосновение даже этой детской руки Все мои сомнения в том, где я и кто я рассеялись Пока я все это думаю и чувствую, белая фигура Анны исчезает в кабинете И обе дамы возвращаются на свои места взволнованные, в слезах, но очень счастливые Несколько слов о моей медиумичности, миссис Эсперанс Другие люди видят подобные же вещи Но они, несомненно, сумасшедшие Вот те слова доктора, которые меня преследовали в течение многих лет, отравляли мою жизнь Я боялась моих друзей из страны теней И боялась самой себя Я боялась оставаться одна, боялась оглянуться и увидеть их Если долго не видала их, то мне становилось легче на душе Я свободнее вздыхала, предполагая, что зачатки сумасшествия исчезли Но если затем кто-либо из моих друзей опять проявлялся То боязнь сумасшествия мною-вною оладевалась неимоверной силой Каждое мое слово, каждое движение возбуждало во мне опасение Что меня могут признать сумасшедшую В помощи усиленного труда и развлечений Мне удалось побороть эти мучительные мысли И я удивляюсь, что при таком настроении умственные мои способности остались нетронутыми Молодость обладает, несомненно, большой силой сопротивления И в течение нескольких дней, даже часов, удается успокоить самые чувствительные впечатления горя К тому присоединилось и то обстоятельство, что в течение последующего года или двух Мое внимание должно было сосредоточиться над школьными работами И невольно мои мысли о моих друзьях из страны теней И о страхе к сумасшествию отодвинулись на задний план Во время детства моего и первых девичьих лет я была подвержен ночным странствованием И мои сомнамбулические путешествия причиняли немало хлопот, чтобы меня охранить от несчастья За очень малыми исключениями со мной во время ночных странствований ничего не случалось Так как странствования эти ограничивались прогулкой по некоторым комнатам нашего старинного большого дома Или же садом и парком Я должна была упомянуть об этом лишь потому, что это дает некоторую возможность Объяснить ниже следующий факт Имевший место, когда я была еще девушкой Моему классу в школе, где я обучалась, было задано несколько тем для письменной работы воспитанниц Работа эта должна была быть рассмотрена во время репетиции курса Перед полупубличным собранием родителей и родственников Мне и еще четырем воспитанницам задано было сочинение на тему природа Из всех пяти я была самая младшая и, как мне казалось, менее всех прилежная Так как, получая за все свои занятия, средние отметки всегда находилась в большом затруднении Когда дело касалось письменных самостоятельных работ В таких случаях я находила помощь у одной моей подруги Которую, в свою очередь, я выручала переводами и рисованием Так как она по этим предметам была слабее меня В данном случае мы обязались честным словом перед школьным начальством и между собой в том, что одна другую выручать не будет не только работой, но и советом Время уходило И в результате имелись испорченная бумага, головная боль и слезы Но работа моя не подвинулась ни на шаг И неудача эта сильно меня тревожила Я начала уже сомневаться, состояние ли я что-либо написать на заданную тему Просыпаясь утром и засыпая вечером, я только и думала о моем сочинении Но ни одна дельная мысль не приходила в голову Когда до означенного срока оставалось только три дня, а работа моя даже не начата была как следует Я в отчаянии встала на колени и начала усердно молить Бога Прося Его не спослать на меня благословение и просветить мою мысль Отправляясь в этот вечер в спальню, я захватила с собой свечу, бумагу и карандаш Намереваясь в то время, когда все уснут, заняться писанием Но к величайшему моему горе, другие воспитанницы не пожелали, чтобы горелась свеча И я, проливая слезы отчаяния, наконец утомилась и уснула Проснувшись на следующее утро, я начала подбирать разбросы на полу бумагу Причем к немалому удивлению заметила, что листы эти исписаны мелким почерком А прочитав, увидела, что это было хорошо написанное сочинение на тему природы По обсуждению этого случая мне разрешено было эту работу представить как мой собственный труд Все сочинение было написано моим почерком, но выраженные в нем мысли принадлежали более развитому уму И приведенные взгляды не соответствовали моему возрасту Рассказ мой о том, как я молилась, прося не спаслать подходящие мысли в связи с моими сомномбулическими припадками Приняты были из-за достаточного объяснения этого весьма странного случая Инспектор нашей школы рассказал нам при этом, как знакомый его студент, утомленный от усиленного труда Во сне написал ученую медицинскую статью, которая впоследствии послужила темой для многотомных научных работ Я с радостью слушал этот рассказ инспектора, но не размышлял о нем В данное время главный интерес мой состоял в том, что мне удалось так ловко вывернуться из весьма тяжелого положения Я была старшей дочерью в многочисленном семье и имела много домашних занятий Когда же вышла замуж, у меня явилось немало свободных часов, которыми я могла располагать по своему усмотрению То мои друзья из страны теней стали вновь проявляться И тогда снова меня одолевал страх о возможности болезненного состояния моего мозга Я никому не сообщал о моих видениях из-за последних, чтобы меня не признали умственно больную Однако тайна эта меня очень мучила В это время до меня доходили кое-какие слухи о спиритуализме И меня почти что наталкивали на него, но я не поддавалась Мое воспитание было строго религиозным и мне не приходило даже на ум усомниться в том, чему меня учили А один из моих друзей увлекся этим новым учением и тем причинил мне много горя Выслушивая его доказательства в пользу спиритических воззрений и защиту так называемых феноменов Я относилась ко всему этому с презрительным недоверием Для столоверчения я допускала воздействие на него животного магнетизма, участников сеанса Для обнаруживающейся же при его движениях осмысленности находила я объяснение в неисследованной пока еще совокупной деятельности мозга присутствующих лиц Не спорю, что это крайне сложный вопрос Но во всяком случае подобное объяснение явлением не было более по душе, чем спиритическая гипотеза Которая одним взмахом совершенно уничтожала все то, чему меня учили В противоположность этому я особенно интересовалась ясновидением и усердно считала все, что только писалось о нем Сознание, что эта сила естественна и что она составляет свойства известных личностей Было для меня величайшей находкой, которая давала мне возможность избавиться от страха Который меня не покидал с момента разговора моего с доктором С тех пор я стала радоваться, что обладаю чудным даром ясновидения И перестав в нем сомневаться, признавала полную реальность сцен, разыгрывающихся перед моими глазами Такое настроение, вероятно, благодетельно повлияло на меня И мое ясновидение стало проявляться более рельефно, нежели в моем детстве Многие из виденных мной сцен оказались действительно стучившимися в другом месте Как это мне впоследствии сообщили Именно в то время, когда я эти сцены видела Или же видения мои относились к фактам прошедшего времени Известным некоторым членам нашего кружка В видениях моих нет ничего подходящего под спиритуалистическую теорию И нет в них подтверждения этой теории Но совсем другое приходилось мне испытывать, когда рука моя по собственному влечению Начала писать послания различным личностям Или же длинные сочинения на заданную тему А чаще всего ответы на научные вопросы, о коих я не имел ни малейшего понятия И тогда я находилась в крайне затруднительном положении объяснить все это естественным образом Тут-то я вспомнил о загадочном появлении моей статьи в школе И сравнивая этот случай с новейшими явлениями, последние Получили совершенно иное освещение Не только в моих друзьях, но и во мне самой Писания эти возбуждали большой интерес Содержание их касалось часто таких предметов Которые находились далеко за границей моих познаний Все это, однако, было весьма поучительно В то же самое время я пользовался и моим незначительным талантом для рисования И делал наброски портретов таких личностей, которые появлялись мне во время ясновидения Обыкновенно я рисовала в потьмах Находя, что темнота действовала в виде фона На котором мельчайшие особенности срисовываемых фигур Особенно рельефно воспроизводились Сначала я вместе с прочими была поражена Когда при таких условиях мне удавалось набросать до известной степени правильный рисунок Каким образом это делалось, я не могу объяснить Я только одно осознавала, что темноты для меня не существовало Большая часть таких портретов признаны были сходными с лицами, известными моим знакомым Которые и оставили их у себя Так что из числа сотен мною сделанных портретов у меня осталось не более полдюжины И то лишь личностей, не узнанных присутствующими После того, как эти опыты продолжались от пяти до шести лет Мне однажды сделано было предложение В форме, скорее шутливой, чем серьезной Чтобы я решилась на опыте в кабинете Фаст сеанс Ввиду того, что писание и рисование так хорошо удавалось Я положительно отказалась И вместо меня в кабинете села одна из дам, присутствовавших в кружке Мы расселись по обыкновению кругом кабинета и пели Это продолжалось весьма недолго, так как дама эта вскоре выбежала из кабинета Утверждая, что в нем находится что-то живое Что до нее дотрагивались И ни за что не решилась войти снова в кабинет Обращаясь же ко мне, сказала Если ты такая храбрая, то войди сама в кабинет Вот я и пошла туда После того, как я некоторое время посидела в кабинете Я почувствовала, что в нем что-то двигается Или лучше сказать, я осознавала, что воздух в кабинете чем-то приведен в движение Мною овладел страх И я тоже с поспешностью вышла из него Мы тщательно осмотрели кабинет Состоящий из углубления в стене Задрапированного занавеской И нашли его совсем пустым После этого, собираясь по два раза в неделю На подобные сеансы Присутствующие заметили, что в разрезе занавесий Сперва появилась рука А после этого и лицо Я же, находясь в темном кабинете Ничего не замечала И не придавала таким сообщениям особой веры А однако, выходя из кабинета Я к немалому удивлению чувствовала Что еле-еле могу держаться на ногах В следующий сеанс я и сама Находясь в каком-то странном и обессильном состоянии Видела какое-то лицо При этом меня сильно тревожило сознание Что я нахожусь где-то далеко в пространстве Как бы в другом мире Движение и говор лиц окружающих кабинет Доносились до моего слуха Как бы из очень отдаленного места На одном из последующих сеансов Материализованная фигура вышла из кабинета И предстала перед присутствующими С этого момента настала новая фаза Моей медиумичности Хотя весьма понятно Я и интересовалась дальнейшим развитием Подобной способности Но если бы продолжать сеансы Зависело от личного моего желания То вряд ли я охотно принимала в них участие Тем более, что сама я Лишена удовольствия видеть явления А между тем положение медиума Медиума сопряжена с массой неприятностей Единственное, что побуждает меня продолжать опыты В течение 25 лет Это убеждение, что человек Обладающий медиумищестью Обязан предоставлять Пользоваться ею для общего блага Медиумизм Де-де-юма Заметки мистера Крукса Известный английский физик Член королевского общества Соответствует нашей академии наук Много занимавшейся исследованием Медиумических явлений По поводу отчета доктора Лоджа О Евзапии Паладина Благодаря любезности профессора Лоджа Мне удалось познакомиться с его отчетом Еще в корректурных листах Читая его, я подумал Что может быть некоторые мои заметки Относительно разницы Подмеченные мной между явлениями Происходящими в присутствии Евзапии Паладина И теми, которые я когда-то наблюдал При юме Могут заинтересовать читателей Во-первых Большая часть явлений Если не все происходит Когда Евзапия находится в трансе И чем глубже транс Тем поразительные явления Съемом же не всегда бывало так Правда, самые поразительные явления Виденные мной в его присутствии Опыты с огнем И появление видимых фигур Происходили, когда он впадал в транс Но нелегко было определить Наступление этого состояния Он ходил и говорил Как всегда Только его движения были более уверены Манеры и выражения лица Более торжественны И говорил он про себя В третьем лице Называя себя Дан Опыты с огнем Я несколько раз видел Опыты с огнем И у себя И в других домах Однажды он подозвал меня К себе Подошел к камину И сказал Чтобы я наблюдал Со вниманием Действительно Он протянул руку В камин И стал трогать И переворачивать Горящий уголь Таким образом Что, вздумая Подражать ему Я бы страшно обжегся В другой раз Он при мне Подошел к камину С ярко пылавшими дровами И взяв большой кусок Обуглившейся головешки Положил его На ладони одной руки Прикрыл другой И стал дуть В эту импровизированную печь Пока уголь Не разгорелся настолько Что пламя Стало лизать его руки На них, однако Не осталось Никаких следов обжога Поднятие на воздух Самые поразительные случаи Поднятия юма На воздух Я наблюдал В своем собственном доме Однажды Он отдалился И стал в комнате Отдельно от всех Простояв Неподвижность Минуту Он сказал нам Что поднимается На воздух Я видел Как он медленно И плавно Поднялся И остановился На расстоянии Шести дюймов От пола И через несколько секунд Тихо спустился Никто из нас Не двигался с места В другой раз Он просил меня Подойти к нему Когда он находился На высоте Восемнадцати дюймов От пола Я провел рукой Кругом него Под его ногами Над его головою Пока он находился В воздухе Несколько раз Юм поднимался Вместе со стулом На котором сидел Обыкновенно Это происходило Очень спокойно Иногда Юм Подбирал ноги На сиденье стула И поднимал руки Так Чтобы мы Все их видели Однажды Я нагнулся И убедился Что все Четыре ножки Стула Находились Одновременно На воздухе А ноги Юма Были на стуле Реже Но случалось Что и близне Его сидевшие Поднимались На воздух Однажды Моя жена Была поднята Вместе со своим Стулом Юм Всегда Восставал Против темноты И обыкновенно На наших сеансах Было Очень светло Я пробовал Разного рода Освещение Комнаты Однажды Я осветил Ее Гестлеровыми Трубками Но результат Оказался Неудовлетворительным Мерцание Света Отвлекало Наше внимание В другой раз Я осветил Комнату Спиртовой Лампой Пламень Которая Красила Желтоватым Оттенком С помощью Соды Это придало Всем нам Мертвенный Вид На явления Были Очень сильны И мне Было сказано Что это Освещение Вполне Подходящее Для опытов Один из Лучших Наших Сеансов Происходил При свете Полной Луны С поднятыми Шторами И портьерами Было настолько Светло Что можно было Читать Мелкую Печать Движение Разных Предметов Одно Из самых Обычных Явлений На наших Сеансах Было Передвижение С места На место Цветов И других Легких Предметов Иногда Присутствующие Видели Пальцы Или целую Руку Переносившую Разные Вещи Но Нередко Вещи Эти Двигались Сами Собой Без Всякой Видимой Поддержки Руки Наощупь Были Теплые Как У живых Людей Когда же Пробовали Их Удержать Они Как Будто Таяли Но Никогда Их Не Выдергивали Из Моей Руки Одно Из Наиболее Поразительных Явлений Этого Типа То есть Передвижение Легких Предметов Было По моему Мнению Поднятие Стала 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 На воздух Графина С Водой Из С 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 Руки Има Были Далеко Графин и стакан Плыли По воздуху Над Серединой Стола Я Спросил Могут Ли Отвечать На Вопросы Стуча С 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 Тремя стуками ответили «Да». Стакан и графин продолжали двигаться на расстоянии от 6 до 8 дюймов над столом, приближаясь то к одному, то к другому из присутствующих, ударяясь один об другое, отвечая таким образом на вопросы. Явление это продолжалось минут 5. И в это время мы вполне могли убедиться, что Юм оставался совершенно пассивен и, несомненно, не прибегал к помощи веревок, проволок и тому подобному. Самая мысль о такой поделке представлялась верхом нелепости. Дело происходило у меня в доме, и никто не мог устроить что-либо заранее в моей комнате. Юм вошел в нее лишь вместе с нами перед началом сеанса. В другой раз я просил написать что-нибудь карандашом в моем присутствии, без помощи чьей-либо руки. На столе лежала бумага, карандаш и небольшая деревянная досечка. Карандаш поднялся над бумагой и, по-видимому, пробовал писать. Досечка тоже поднялась, как бы с целью поддержать его, но затем было сказано, что для исполнения моего желания недостаточно силы. Соответственные движения Я никогда не наблюдал соответственных движений в руках или в теле Юма, когда двигались предметы вдали от него. Я уверен, что большей частью, когда Юм не находился в трансе, он столько же знал о том, что должно затем случиться, как и все присутствующие. Он отлично умел говорить и не молчал во время сеанса. Часто он смотрел совсем в другую сторону, занятый оживленным разговором, и когда начинались явления, приходилось обращать на них его внимание, как и других присутствующих. Все происходившее доставляло ему, можно сказать, детское удовольствие, и он всегда говорил, что не имеет никакой власти над явлениями. Общий разговор шел во время сеанса, и часто Юм не сразу замечал начавшееся явление. Мы гораздо чаще указывали ему на них, чем он нам. Иногда его равнодушие ко всему происходившему сердило меня. Когда сеанс был удачный, мы имели полную возможность внимательно наблюдать и исследовать явления. Они часто повторялись по нашей просьбе. А небольшие предметы, цветы и так далее двигались в течение нескольких минут, переходя от одного из присутствующих к другому. Мне всегда позволяли переходить с места на место и исследовать внимательно все происходившее. Нас только просили не вставать с места внезапно, не предупредивши, так как это на короткое время останавливало явление. Присутствие посторонних. Я совершенно согласен с тем, что профессор Лош говорит о посторонних лицах на сеансах. Я считаю их необходимым злом. Некоторые очень хорошие сеансы были испорчены напрасными, весьма прозрачными попытками посторонних обмануть нас. Однажды все обещало хороший сеанс. Присутствовало очень важное лицо по собственному желанию. Мы сидели целый час, но ничего не выходило, кроме разных стуков и движений стола, очевидно произведенных моим гостем. Наконец он ушел. Тогда мы получили сообщение такого рода, и что ждали, чтобы мистер перестал разыгрывать шута. После чего последовал очень удачный сеанс. Позднее я узнал, что наш гость везде говорил о нас, как об очень доверчивых людях. Он утверждал, что удачно обманывал нас поддельными стуками и движениями стола, и что Юм был слишком умен для того, чтобы показывать какие-либо фокусы в его присутствии. Сеансы никогда не происходили в темноте. По-видимому, главным препятствием к точному наблюдению явлений, происходящих в присутствии Евзапии, было слишком слабое освещение ее сеансов, вследствие чего являлась необходимость принимать особые предосторожности против возможного обмана. При лучшем свете не приходилось бы вырабатывать методы, как держать руки ее и ноги, не было бы возможности предполагать, что сосед ее с другой стороны выпустил ее руку. Юм же никогда не соглашался устраивать сеансы в темноте. Он говорил, что при известной настойчивости и терпении можно добиться тех же явлений при свете, и что даже если бы некоторые из них оказались не так сильны, как в темноте, то гораздо удобнее убедиться собственными глазами в их неподдельности. На всех моих сеансах с Юмом было совершенно достаточно света, чтобы ясно видеть все происходившее и не только записывать все, что я видел, но и без труда читать написанное. Юм очень старался убедить каждого из присутствующих, что он не подделывал происшедшего явления. По-моему, он даже слишком заботился об этом, часто прерывая правильное развитие явлений просьбы, чтобы кто-нибудь из присутствующих скептиков подошел к нему и держал его руки и ноги, чтобы таким образом убедиться, что не он производит явление, иногда он со своим стулом отодвигался от стола, в то время, когда разные предметы начинали по нем двигаться, и просил сидевших от него дальше подойти, сидевших от него дальше подойти и убедиться, что эти движения происходят без его участия. Я часто просил его оставаться спокойным, будучи сам твердо уверен, что если только он не будет двигаться и волноваться, и желание доказать нам свою правдивость, явление так усилится, что дальнейшее сомнение в их неподдельности будет невозможно. Юм всегда поощрял всякого рода наблюдения и исследования. Во все время знакомства с Юмом в течение нескольких лет, я никогда не заметил ничего, что заставило бы меня заподозрить его в обмане. Он был очень щепетелен и в этом отношении, никогда не обижался на всевозможные предосторожности, принимаемые против обмана. В первое время нашего знакомства он говорил мне иногда перед началом сеанса, «Пожалуйста, Ильям, действуйте так, как будто я известный фокусник, собирающийся вас обманывать, проделывать всевозможные штуки. Принимайте все предосторожности, какие только можете придумать, переходите с места на место, заглядывайте под стол и всюду, где считаете нужным, не обращайте внимания на меня, я не обижусь». Я знаю, что чем внимательнее будете наблюдать за мною, тем более все убедятся, что все эти сверхъестественные явления не мои проделки. На таких именно сеансах в присутствии одной моей семьи произошли некоторые из самых убедительных явлений. «Полная искренность и прямота юма». Мне представляется жестокой насмешкой судьбы, что человек, одаренный такими поразительными способностями и всегда не только готовый, но и желавший подвергнуться исследованиям людей науки, так много лет жил в Лондоне, и никто из ученого мира, за одним или двумя исключениями, не поинтересовался даже исследовать подлинные или ложные те явления, о которых со всех сторон говорилось в обществе. Для всех знавших юма он был чрезвычайно симпатичным человеком, правдивость и честность которого были вне всякого сомнения. Не знавшие же его называли его шарлатаном. Те же, кто верил ему, считались чем-то вроде помешанных. В заключение мистер Крукс выразил свое удовольствие, что такой известный ученый, как профессор Лодж, опубликовал мнение и заключение, к которому он сам пришел много лет тому назад. При этом мистер Крукс отнесся с глубоким уважением к мужеству, высказанному мистером Лоджем, тем, что он прямо не стесняясь высказал свое убеждение. Граф А.К. Толстой о медиуме Юме 1856-1863 года Известный писатель Вестники Европы за 1897 год апрель, май, июнь помещена выдержка из переписки графа Толстого, к сожалению, в очень сокращенном виде и без обозначения лиц, кому письма эти были адресованы. Вот что мы читаем на 285-й странице майской книжки. Лондон 13 июня Два часа ночи я только что вернулся от Юма, и несмотря на огорчение, которое причиняет мне наша разлука, я не жалею о моем путешествии в Лондон, так как сеанс был поразительный. Боткин, Василий Петрович, писатель, старший брат доктора, приятель Тургенева и многих других литераторов того времени, уверовал, хочет завтра запереться, не выходить целый день, чтобы обдумать все, что он видел. Нас было я, Боткин, жена Юма, госпожа Миллер Гибсон, жена кабинет министра, одна дома дама-компаньонка и потом Штейнбок. Прежде всего были явления, которые тебе известны, после этого продолжали в полутемноте, вся мебель задвигалась, передвинулась. Один стол встал на другой, диван встал посреди комнаты, колокольчик гулял по всей комнате и звонил в воздухе и так далее. Потом произвели полную темноту, форшопиано заиграло само собой. Браслет был снят с руки госпожи Гибсон и упал на стол, испуская лучи света. Юм был поднят на воздух и я щупал его ноги, пока он летал над нашими головами. Руки обняли мои колени и брали мои руки. И когда я хотел задержать одну руку, она растаяла. На столе лежали карандаши и бумага. Один лист бумаги сам всунулся мне в руку. И азбука сказала, вероятно, посредством стука в стол, что я должен его передать Юму. На нем было написано «Любите ее всегда!» Энн Кроль. Почерк был совершенно схож с почерком матери Мадемазель Юм. И мы его сравнивали с ее письмами. Очень слабый голос послышался во время игры на фортепиано. Стук сильный, точно удары молота послышался в столе под руками Боткина. Подушка упала мне на голову. Что меня всего больше убедило, если бы я не верил, это руки, которые я чувствовал, которые жали мои руки, хлопали по моим рукам и которые таяли, когда я хотел их уловить. Холодный ветер дул очень чувствительно вокруг нас, мы почувствовали ароматы, а у Юма после сеанса руки горели и слезы лились из его глаз. Жена его и он постепенно видели, постоянно видели звезду на одном из стульев, но я не видел ее. Видимые руки скользили около окна, слабо освещенного газом снаружи.